Это самый большой митинг за последние годы. Больше этого митинги были, наверное, только во время Болотной. Я думаю, что здесь в районе 30-40 тысяч человек, а может быть даже больше. Там еще до сих пор не все прошли через рамки. Может ли мэрия Москвы игнорировать такое количество людей? Ну, они могут попробовать. Я считаю, на месте кандидатов я бы объявил такую акцию. Либо они регистрируют сейчас всех людей, либо все приходят через неделю уже к мэрии Москвы и не расходятся. Просто иначе непонятно, как с ними вообще противодействовать. Они же ничего не комментируют, они ничего не говорят. И они просто наплевать совершенно на все. Но раз им наплевать совершенно на все, значит, нужно приходить и спрашивать у них уже там. По крайней мере, я не знаю, что решат кандидаты. Я бы выбрал такую стратегию действия. Что вы будете делать, если опять вас заключат под стражу? Если меня заключат под стражу, я буду сидеть в камере, как и все остальные разы. Но это не имеет ни малейшего значения, потому что тут уже не идет речь о каких-то... Там, Навального не зарегистрировали на выборы. Я на самом деле даже ни за кого не подписывал. В моем районе нет независимого кандидата. Здесь речь идет о том, что почти 300 тысяч человек признали абсолютно несуществующими. Речь идет о том, что в Москве, в главном и самом оппозиционном городе, Собянин и Путин, без сомнения, решили сказать, что мы можем большую часть жителей вообще игнорировать, на них наплевать и будем прекрасно с этим жить. Я думаю, что они не смогут с этим жить прекрасно. А вообще какой поддержкой пользуется правящая партия Единая Россия? На самом деле реальный ответ, что никакой. Мы видим, что даже их губернаторы проигрывают, ну и в Москве, конечно, мы должны получить хотя бы какое-то подобие честных выборов. Вы же помните, что было после 2011-2012 года? Они заявляли, что ну конечно, по всей остальной стране-то мы фальсифицируем, но в Москве проведем честные выборы. Сейчас это не просто там откат назад, а кардинально другая форма оскорбления людей. Здесь даже уже не подделка на избирательных участках, а просто заранее игнорируют миллионы фактически.